Друзья, привет! Сегодня у нас очень интересное заседание Совета Безопасности ООН, на котором страны не просто собрались, что-то обсудили, выразили обеспокоенность и разошлись, хотя и на нем тоже западные страны выражали неоднократно свою очень серьезную обеспокоенность. Соединенные Штаты глубоко разочарованы итогами сегодняшнего голосования. Что же там такое произошло, спросите вы, а я вам сейчас расскажу, но сразу после небольшой рекламы. Друзья, не секрет, что тюменский бренд Кейс Гуру импортозамещает зарубежные бренды. Тюменцы сделали это уже с наушниками CGPods, которые по качеству сравнимы с Apple, по функциям превосходят, а стоят в 4 раза дешевле, всего 5000 рублей, чуть дороже бюджетных Xiaomi. А теперь Кейс Гуру тюменно замещают американские колонки JBL. Беспроводные колонки Кейс Гуру стоят в разы дешевле JBL, при таком же качестве звука, батареи на 12 часов и влагозащите. Плюс у колонок Кейс Гуру есть фишки, которых нет даже у американских JBL. FM-радио, возможность прослушивать музыку с microSD-карточки, а еще у колонок Кейс Гуру есть функция Powerbank. В JBL такого не придумали. Ну и вершина тюменного замещения JBL от Кейс Гуру – это аналог американской колонки для вечеринок. Выглядит так же, звучит тоже очень мощно, есть светомузыка, а стоит тюменская колонка в 2 раза дешевле. Мощность у тюменской колонки для вечеринок сумасшедшая. Настоящая колонка-ядерный реактор. 80 ватт – хватит на целую компанию. Кейс Гуру дает скидку на покупку, превосходят зарубежные аналоги, а доступны по прямой цене от разработчика. Доставка 2-3 дня по России, Белоруссии и Казахстану. QR-код на колонке на экране, ссылка в описании, там же в описании промокод Косарев2404 на скидку. Итак, в 2006 году Советом Безопасности ООН был создан Комитет 1718, который должен был наблюдать за тем, как выполняются санкции, введенные против Северной Кореи. Тут, кстати, стоит понимать, что санкции, которые сейчас вводят против нас, это незаконные односторонние санкции, которые помимо того, что нарушают международное право, так еще и права человека. В то же время санкции против Северной Кореи вводил Совет Безопасности ООН, и они считаются законными, поэтому и был создан специальный наблюдательный орган. Действия Комитета продлевались каждый год, и периодически раз в несколько лет расширялись полномочия этого Комитета. И вот в 2024 году на очередном заседании по продлению действий Комитета 1718 что-то пошло не так. Совет Безопасности рассматривает сегодня, казалось бы, рутинный вопрос о продлении полномочий группы экспертов Санкционного Комитета 1718. Данный механизм призван оказывать содействие работе Комитета для обеспечения эффективности, введенных Советом рестрикций. Однако технический характер мандата не должен вводить нас в заблуждение. С годами Комитет 1718, понаполучавший огромное количество полномочий, по сути перестал выполнять свою функцию, ради которой он и создавался. И по факту стал очередной марионеткой в руках наших заокеанских братушек. Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов Комитета 1718, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков. Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова. А проблем там хватает и в первую очередь не из-за Ким Чи Нына. Если изначально санкции вводились, чтобы остановить ядерную программу Северной Кореи, то в дальнейшем они сделали все для того, чтобы он ее продолжил. Они подогнали туда флот, подогнали туда авиацию, подогнали свои ядерные подводные лодки, бомбардировщики. Трамп грозился шахнуть ядерной этой ракетой по Северной Корее. И еще говорят такие, не мужик, ты не переживай, это просто, мы тут проводим учения у твоих берегов, да, просто для нашего спокойствия. То есть если вы хотите, чтобы он отказался от этой программы, да, придерживался санкций, то, ну типа, создайте условия для этого. Но нет, они наоборот нагнетают, они угрожают, и при этом валят все бочки на Северную Корею. Ну а сейчас уже и на Россию с Китаем. За прошедшие годы ситуация на Корейском полуострове и вокруг него изменилась самым кардинальным образом. Санкционный режим, утвержденный резолюциями Совета Безопасности, с благими намерениями предотвратить распространение ядерного оружия в регионе, на сегодняшний день не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности. Мы являемся свидетелями беспрецедентной политики коалиции западных стран во главе США по удушению Пхеньяна, который включает в себя жесткие односторонние рестрикции, агрессивную пропаганду и прямые личные угрозы в адрес властей КНДР. В совокупности все эти меры ставят под вопрос саму возможность урегулирования проблем на полуострове в дальнейшем. К еще более опасной черте ситуацию подводит активная милитаризация полуострова при прямом участии Вашингтона и других членов НАТО, находящихся в десятках тысяч километров от КНДР. Что особенно тревожит, так это все более неприкрытое задействование в военных маневрах союзников ядерного потенциала Вашингтона. Такое опасное развитие событий в регионе затрагивает коренные интересы Российской Федерации в области национальной безопасности. А там же еще прикол в том, что даже тогда, когда Ким Чен Ын вроде бы как соглашался приостановить свою ядерную программу, протягивал, так сказать, руку, ему такие, не, мужик, подожди, там говорят, что ты кого-то из пушки расстрелял, давай-ка мы подождем со снятием санкций, вот с этим всем, мы тут проведем свои учения у тебя под этим, под боком, да, и посмотрим, чем ты там занимаешься. На этом фоне очевидно, что за прошедшие годы санкции не способствовали достижению поставленных международным сообществом целей и не привели к нормализации обстановки вокруг полуострова. К диалогу стороны эта ситуация не подталкивает, особенно после того, как Вашингтон на весь мир продемонстрировал нечестную игру. При этом санкции лежат тяжким бременем на северокорейском населении. В результате подрыва доверия между ООН и Пхеньяном на территории страны не присутствует структура организации, которые могли бы заняться этим важным вопросом. Такое положение дел необходимо срочно менять. В определенном смысле пример КНДР уникален. Только в отношении этой страны введены и применяются бессрочные санкции Совета безопасности. Не работают элементарные механизмы по корректировке рестрикций. Не предусмотрена процедура справедливого решения о делистировании тех или иных лиц. Все остальные ограничительные меры в отношении отдельных стран имеют конечные реалистичные цели, подвергаются пересмотру на регулярной основе. В этой связи убеждены, что в Совете давно назрел мыслительный процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. Наша страна неоднократно выдвигала соответствующие идеи, стремилась адаптировать рестрикции к быстро меняющимся реалям на земле. Одной из таких инициатив является российско-китайский гуманитарный проект-резолюции, который все еще актуален. Однако все наши попытки продвинуть его всякий раз наталкивались на абсолютное нежелание западных стран отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логике. Орудием этой пагубной ситуации стала группа экспертов комитета 17-18, которая перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Ее работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков. Тем самым группа фактически расписывается в своей неспособности выработать трезвые оценки состояния санкционного режима. Панель продолжала цепляться к ничтожным мелочам, несоизмеримым с проблемами полуострова. На этом фоне Россия выступила за то, чтобы Совет принял решение о проведении открытого и честного пересмотра санкционных мер Совета в отношении к КНДР с переводом рестрикций на ежегодную основу. Это позволило бы организовать по-настоящему заинтересованное обсуждение накопившихся проблем, а также адаптировать меры Совета в соответствии со стремительно меняющимися условиями. Стимулы к диалогу могли бы при таком сценарии появиться и у Пхеньяна. В случае достижения договоренности о ежегодном продлении санкций имел бы смысл мандат группы экспертов, которая могла бы предложить конструктивные идеи по актуализации действующих рестрикций. Однако Соединенные Штаты и их союзники не захотели нас услышать, и не включили наши идеи в проект резолюции, вынесенные сегодня на голосование. В этих условиях добавленной стоимости в работе группы экспертов комитета не видим и поддержать американский проект не можем. Призываем членов Совета безопасности прислушаться к нашей аргументации, нацеленной на поиск выхода из этой пагубной ситуации. Благодарю вас. Скажем прямо, Совет не захотел прислушиваться к Василию Небензе. Китай воздержался от голосования, а Россия единолично наложила вето на эту резолюцию, что означает распуск комитета 1718. Да, это еще не снятие санкций, не пересмотр этих санкций, это лишь распуск очередного ангажированного комитета. Я просто напомню, что Россия, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, также на заседании Совета безопасности ООН, обещала пересмотреть санкции в отношении КНДР, но сделать это не так-то просто. Поэтому вот это, это лишь первый шаг, да, к пересмотру этих санкций, к пересмотру подхода к Северной Корее. Так что будем наблюдать, что будет дальше. Ну а у меня на этом все. Что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и если хотите поддержать меня финансово и получить доступ к дополнительному контенту, то можете подписаться на Бусти. Буду рад вас там видеть. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!